Buenos Aires, мои хорошие! Значит, сегодня у нас прям горячая актуальная тема как склеить аквариум своими руками Это в новиночку я знаю В общем, история такая Если вы не видели мой стрим, как я проектировал этот аквариум то посмотрите, сейчас вот тут я сделаю вам подсказочку Мы там 3 часа с кентами сидим и все это рисуем Что за аквариум, значит? И сейчас я пошагово покажу, как мы его будем делать потому что очень много я получаю писем У меня прям почтовый ящик весь забит Сергей, а сколько делать тут скотч? А тут как закачивать? А как держать носик? Я за последние 2 года получил просто вот миллион таких писем сконцентрировал их вот так в кулачок и сейчас постараюсь дать вам, значит, ответы на все вот эти вот интересующие вас темы Значит, аквариум у нас вашего любимого размера 2,5 метра на тонну В общем, как вы все любите Первое, с чего мы начинаем Это мы мощный, красивый металлокаркас Значит, устанавливаем на ровную поверхность Стелим сюда фанеру Сверху фанера пеноплекс Пеноплекс вам нужен только в том случае, если у вас действительно большой аквариум Если вот такой вот цикушечный То можно, в общем-то, этот этап пропустить Сделать прямо на фанере Вот такая штука нам сегодня понадобится Это шпасель для формирования галтелей Купить можно такой в магазине Касторамы У них были Зачем он нам нужен? Клеить аквариум мы будем сегодня со скотчем Скотч нам надо отрезать на определенную длину от края стекла Для этого нам нужно знать, какой катет у этого шпателя Чтобы отрезать нужное количество Замеряем, смотрим, 7 миллиметров Запоминаем эту цифру Обезжиривать, ребята, мы будем ацетоном Подойдет изопропиловый спирт Вот, но мы будем использовать сегодня ацетон Рекомендую вот эту марку Он, в общем-то, нормально, не оставляет следов никаких Берем новенькую салфетку И делаем проход Возить туда-сюда не надо То есть, один раз проехал Дальше салфеточку переворачиваем Делаем еще один проход Ну и смотрим на свет Что у нас не осталось никаких потеков Бывают кальциевые потеки Такие там, ну, разного происхождения Пылинок и разводов ацетона Если осталось, то повторяем процедуру еще раз Наклеиваем скотч примерно Вот мы отступили здесь толщину стекла И будущую толщину галтели То есть мы примерно, пока наклеиваем скотч Дальше будем отрезать уже точно В этом случае, вот в случае с задним стеклом и передним Мы одинаково, одинаковое количество расстояния Одинаково отступаем от края стекла Ребята, чтобы продолжить просмотр Вам просто необходимо поставить лайк под этим видео Иначе ничего не получится Вот боковое стекло Это второй этап, который мы должны продолжать Собственно говоря, наклеиваем на боковое стекло Также впритык здесь к торцевым, к боковым сторонам Впритык Снизу, ну, примерно отступаем 15 миллиметров Отрезаем 15 миллиметров Это то, что пойдет на дно И сбоку у нас, смотрите, катет Помните, мы мерили с вами 7 миллиметров Из этих 7 миллиметров 3 миллиметра пойдут на шов 3-х миллиметровый И 4 миллиметра нам надо отрезать для галтыли Вот, ребята, еще хочу обратить ваше внимание на то, Что на дне скотч на всех трех деталях наклеен впритык То есть прямо по фасочку Понимаете, да? Вот так это все выглядит Потому что здесь на дне нигде не будет галтылий На стриме по проектированию этого аквариума Диванный проектировщик называется видос Я говорил о швах Еще раз сейчас в процессе, да, напомню Вот между деталями мы используем швы 4 миллиметра ставим проставки Можно 3 было бы сделать Но часто на фабрике ошибаются Ошибаются в неправильную сторону И получается, что ты это стекло можешь не вкорячить Поэтому я делаю запасы И у меня швы сейчас 4 миллиметра То есть по краям трешка там, трешка там А между деталями четверочки Значит так Значит так Мы выставили все стекла Нам осталось поставить одно лицевое Мы приготовили вот такие вот перчаточки Сейчас масочку наденем и принесем Мы поставили третью струбцинку сейчас То есть у нас весь аквариум держится на трех точках И сейчас выставим последний зазор вот здесь Да, ну это тоже трешка будет При сборке вот такой большой тяжелой банки Очень важно не пропустить следующие этапы А именно дать аквариуму отстояться Дело в том, что когда у вас сохнет герметик Его абсолютно никак нельзя подвергать колебаниям Ни температурным, ни вибрационным В противном случае появятся трещины Вот эти трещины, там пузыри и так далее Масса причин, но это одна из них Вот, то есть очень важный этап После того, как вы собрали, зафиксировали все Особенно если пятнашка, девятнашка стекло Дать постоять хотя бы недельку За это время прогнется пол Просядет, да, подложки Все вот эти пеноплекс там И он устоится На этом, ребята, первый этап нашей склейки Мы заканчиваем Непременно ставьте лайкосы Лайкосы вы ставите не мне, а себе в карму плюсуйте Если вам понравился этот видос Прямо пишите нам комменты А если вы хотите поддержать наших инженеров В Сколковском центре Внизу будет ссылка на Donation Alert Можете нам подкинуть, например, там на гречу с курой Увидимся в следующей части Вашей Сергею Шпаке Чао, какао, пока Значит, блядь, почему я говорю все время Значит, что это за, блядь, слово, слово мразь Вот что за смразь-паразит Блядь, я еще и смотрю в монитор Вот мудак, а Да